Это новости на РТВ. С вами Ксения Муштук. Здравствуйте. В США установлен рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за один день. Более 60 тысяч. Наибольший суточный прирост зафиксировали 4 июля, в День независимости. А сегодня число заразившихся коронавирусом в США превысило 3 миллиона человек. Вирус Соединенных Штатов выявили у 3 миллионов и 22 тысяч, если быть точными. Жертвами инфекции стали почти 132 тысячи. Больше всего инфицированных зафиксировали в штатах Нью-Йорк 398 тысяч, Калифорния 284 тысячи, Флорида 223 тысячи и Техас 216 тысяч. Сейчас в Нью-Йорке ежедневный прирост зараженных меньше, чем весной. Однако на юго-западе страны эпидемия продолжает распространяться. Наиболее сложная ситуация сейчас в Аризоне, Техасе и Флориде. Там, как говорят власти, уже не хватает мест в реанимации. На этом фоне Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом. Причиной послужило решение иммиграционной и таможенной полиции США, АИС, запретить въезд в страну иностранным студентам, если осенью их занятия будут проходить только онлайн. Университеты требуют наложить судебный запрет на применение нового правила к иностранным студентам. Я напомню, 6 июля АИС запретила студентам иностранцам находиться в стране на период онлайн-обучения. Если они не уедут из страны, дело может дойти до депортации. Решение иммиграционной и таможенной полиции США раскритиковал президент Американского совета по образованию Терри Хертл. По его мнению, АИС принуждает университеты переходить на очный режим обучения, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране. При этом ту же позицию, что учебное заведение в США должно открыться осенью, поддерживает и Дональд Трамп. Президент США угрожает урезать финансирование тем школам или университетам, которые откажутся принимать учеников в классы. По его мнению, в Германии, Дании, Норвегии, Швеции и других странах школы открылись без проблем. В том, что учебные заведения пока не хотят переходить с дистанционного режима, американский президент обвиняет своих политических соперников, в частности Джо Байдена. А в Белграде готовятся к новым уличным протестам из-за плана властей вернуть карантинные ограничения. Прошлую ночь у толпа недовольных введением комендантского часа вышла на штурм здания сербского парламента. Митингующие поджигали машины и устраивали потасовки с полицией. Пострадали 60 человек, в основном полицейские, 23 активиста были задержаны. О планах запретить жителям Белграда выходить на улицу после шести вечера объявил президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что число зараженных растет, а больницы города переполнены. Протестующие же считают, что во второй волне коронавируса виноваты власти. О том, как прошла минувшая ночь в столице Сербии и чего ждать завтра, расскажет мой коллега Михаил Шептун. К такому натиску толпы полиция Белграда оказалась не готова. Здание скупчины сербского парламента охоте на 15 минут протестующие взяли. Вытеснить их смог только спецназ. После полиция стала действовать жестче. Толпу выдавливали на соседние улицы, используя дубинки и слезоточивый газ. В ответ в полицейских полетели камни и их же газовые шашки. Наше правительство во второй раз пытается запереть нас по домам на карантин. И все из-за того, что сами власти допустили ошибки, которые привели к росту числа заболевших. Президент Сербии Александр Вучич о возвращении в стране карантина объявил во вторник в эфире национального телевидения. Через два дня после того, как Центр избирком Сербии окончательно зафиксировал победу на парламентских выборах правящей партии, которую возглавляет Вучич. Начиная со среды запрещаются любые собрания в помещениях и на улице более пяти человек. С пятницы и на все выходные в Белграде будет введен комендантский час. Мы обсудим возможность пересмотра мер в понедельник. Вучич вор, Вучича в отставку. После выступления президента не прошло и пара часов, как в центре Белграда собралась пятитысячная толпа. Протестующие утверждали, что власти их обманули и карантин отменяли лишь для того, чтобы провести выборы. Мы здесь, потому что наш хороший президент сначала отменил чрезвычайное положение перед выборами, а теперь хочет снова ввести его. Режим ЧАЭС в Сербии отменили в начале мая. Почти сразу же на 21 июня были назначены парламентские выборы. На тот момент в стране каждый день фиксировались по сотне новых случаев коронавируса. Отмена карантина и выборы – прямо связанные события, считает оппозиция. Я не скажу, что я поддерживаю такую точку зрения, но надо согласиться с тем, что действительно пока шли выборы и агиткомпания заболевала по 90 человек в день по статистике, а совсем вскоре, буквально через неделю, дней 10 после того, как выборы завершились, пошел пик и сейчас по 290-30 человек в день заболевает. В мае в Сербии возобновили работу магазины, детские сады и кафе. Для болельщиков открылись стадионы, но уже спустя месяц одну из спортивных арен в Белграде срочно готовят для приема больных. За последние сутки в Сербии 357 новых случаев коронавируса и 11 смертей. Более 80% зараженных – жители Белграда, поэтому нам необходимо открыть временный госпиталь. Спортивная арена – наиболее подходящее место. Футбольные матчи стали одной из причин второй волны коронавируса. Предполагается, что только после одного дерби между Цервиной Звездой и партизаном заразились тысячи зрителей и несколько игроков. Футбольные фанаты, по всей видимости, стали и основной силой вчерашних протестов. Активная часть толпы, которая поджигала машины и дралась с полицией – это несколько сотен человек из пяти тысяч. К толпе вчера присоединились и студенты. В Белграде во второй пик, скажем, пандемии, который мы сейчас наблюдаем, заразилось очень много студентов. В связи с этим было принято решение закрыть общежитие. Но иногородние студенты, если закрывается общежитие, человек не может себе позволить снимать номер в гостинице или квартиру, что достаточно типичный сценарий для среднего студента, фактически теряли возможность сдавать экзамены. Сегодня в новом обращении Александр Вучич ночной погром в Белграде назвал делом рук правых и профашистских активистов, за которыми стоят иностранные спецслужбы. Но от карантинных мер, анонсированных накануне, все же решил отказаться. Несмотря на это, демонстранты планируют собраться в центре сербской столицы вновь. Михаил Шептун, Анна Лебедева и Дмитрий Саратов, телекомпания «РТВАЙ». И еще о коронавирусе. В Израиле третий день подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Сегодня еще один город заблокировали полицейские. И на этот раз полный карантин ввели в Бейтар-Элите. Там проживает около 60 тысяч человек, которым теперь выходить из дома или покидать город разрешено только в исключительных случаях. Израильский министр обороны и сменный премьер страны Бенни Ганс отправился на карантин после контакта с больным COVID-19. В стране продолжаются акции против неоднозначных методов борьбы правительства с коронавирусом. Экономический кризис усиливается. Из-за новых ограничений, вызванных второй волной COVID-19, без работы останутся больше 200 тысяч израильтян. Все подробности у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Коронавирус в Израиле продолжает наступать, а власти восстанавливают еще весенние ограничения. Печальный рекорд заболеваемости страна побила во вторник 1300 новых больных. В правительстве постоянно повторяют, мы понимаем сложность ситуации. По мнению премьер-министра Бенни Ганс, положение в Израиле просто критическое. Сегодня насчитывается более 90 тяжелых больных и число удваивается каждые 4 дня. Если мы не будем действовать сейчас, в ближайшие недели у нас будут сотни и возможно более тысячи тяжелых случаев. Поэтому мы должны предпринять немедленные шаги, которые позволят нам не прибегать к еще более крайним мерам позже. Совет национальной безопасности обратился к правительству с просьбой составить список новых карантинных ограничений. Но по мнению владельцев бизнеса в Израиле и уже повторно введенных вполне достаточно. Второй день в стране закрыты опять бары, залы торжеств и спортивные центры. В транспорте не должно быть более 20 человек. Летние детские лагеря разрешены только для учеников с 1 по 4 класса. Обязательно ношение масок во всех общественных местах. Это правило контролирует полиция и ежедневно выписывает тысячи штрафов за нарушение масочного режима по 145 долларов за одно нарушение. Несмотря на все, эта эпидемия накрыла всю страну. То есть речь уже не идет о серии локальных вспышек. Зам главы Минздрава Юавкиш заявил, что мы находимся в самом разгаре второй волны коронавируса. В качестве одной из мер правительство стало закрывать целые города. Сегодня шлагбаум опустили на въезде в 62-тысячный Бейтар-Элит, где была отмечена вспышка заболевания. Вторая волна коронавируса оказалась еще страшнее первой и еще сильнее ударив по малому и среднему бизнесу. Его владельцы ждут помощи от правительства и недоумевают, как выиграть эту войну на выживание. Мы очень обеспокоены этой второй волной коронавируса и хотим, чтобы правительство дало немного более четкие инструкции о том, как работать. Кажется, что многие из политиков на самом деле сами не соблюдают правила и подают гражданам плохой пример. И мы очень обеспокоены, потому что первая волна короны была ужасна. Ужасна для бизнеса, а теперь экономическая ситуация стала еще хуже. Надеюсь, мы не вернемся к полному карантину. Плохой пример и отсутствие нужной социальной дистанции или стечение обстоятельств, но сегодня министр обороны Бенни Ганс отправился в карантин. Из его канцелярии сообщили, что из-за опасного контакта с больным COVID-19 Ганс будет работать из дома. Но кроме шуток в соцсетях, эта информация не вызвала уже у израильтян никаких эмоций. В Израиле есть и другие поводы для расстройства и эмоциональных реакций. Решение правительства о закрытии спортзалов лишили заработка примерно 200 тысяч семей. Не меньше ударило по гражданам и закрытие баров. Сегодня министерство финансов представило правительству план выхода из нынешнего экономического кризиса. Среди прочего, этот документ предусматривает выплату пособий по безработице в течение ближайшего года всем наемным работникам, отправленным в отпуск без содержания, а также назначение на этот период ежемесячного пособия всем пострадавшим в результате карантинных ограничений владельцам малого бизнеса, то есть многим фрилансерам. Но пока организаторы акций протеста не собираются их отменять, а оппозиции и СМИ жестко критикуют каждый шаг правительства, постоянно намекая, что к экономическим требованиям протестующих в любой момент могут добавиться и политические лозунги, что явно не надо нынешнему кабинету министров и стране в целом, так как может привести ее к новым выборам. Борис Штерн, Ближневосточное бюро, РТВА. Вернись в Китай или умри. Такое послание спецслужбы КНР передают сотням китайских граждан, которые живут в США. В этом уверены американские власти. Глава ФБР Кристофер Рэй объявил, что Пекин продолжает масштабную операцию под названием «Охота на лис». Власти Китая не скрывают, что ведут целенаправленную охоту за некоторыми китайскими гражданами за пределами страны. Официально это называется преследованием коррумпированных чиновников и бизнесменов, которые бежали за границу. Пекин регулярно сообщает о возвращении на родину сотен беглых граждан. Однако власти США считают, что на самом деле цель компании «Охота на лис» гораздо шире. Пекин с помощью контрразведки пытается подавить инакомыслие среди китайской диаспоры за пределами страны. Причем угрозам подвергаются даже те, кто давно уже живет в США и получил американское гражданство. Спецслужбы находят этих людей и передают им требования Пекина немедленно вернуться домой или покончить с собой. Глава ФБР накануне официально обратился к гражданам Китая в США и призвал их немедленно обращаться в правоохранительные органы в случае, если они стали жертвами такого давления. Подробнее об операции «Охота на лис» и о том, кому действительно стоит опасаться преследования, рассказал РТВА эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Яки Вонг. по поводу того, что мы сейчас услышали. И я хочу дать комментарий, что глава ФБР немного преувеличивает то, что сейчас происходит. Да, операция «Охота на лис» существует, и она направлена на поиск высокопоставленных чиновников Китая, которые живут на территории США. Так что, да, тысячи людей подвергнулись этой операции от китайских властей, которые пытаются вернуть их обратно на родину. Но я считаю, что нужно разделять понятие операции китайской по возвращению чиновников и того, как они подвергают нападкам людей, которые являются диссидентами, и я критикую политику Пекина. Поэтому, да, я считаю, что нужно разделять эти понятия. То есть, на Ваш взгляд, речь идет именно о преследовании чиновников, а просто люди, живущие давно в Соединенных Штатах и, например, поддерживающие свободолюбивую точку зрения на то, что должно происходить в Китае, они не находятся под угрозой какого-то давления со стороны спецслужб Китая? Я бы не сказала, что обычные люди могут жить спокойно, так как если мы подумаем о том, что сейчас происходит, в США есть свобода слова, поэтому вы можете говорить что угодно, однако в Китае это невозможно. Поэтому, да, если вы уехали в США, то в США вам ничего не грозит от местного правительства, но правительство Китая все равно может вас преследовать. Поэтому, да, обычные люди должны опасаться. А как Вы считаете, вот заявление директора ФБР, оно может рассматриваться и как признак продолжения противостояния США и Китая на глобальном уровне? Конечно. На самом деле, несколько лет назад, во время правления Обама, департамент в джазе США и китайское руководство, они обсуждали операцию охоты на лис, и у США позиция отличается от китайской. Да, были переговоры, и сейчас при новом администрации президента Трампа есть гораздо более серьезное внимание к этой операции. Поэтому, да, я считаю, что это все входит в одну риторику. Глава Карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрий Дмитриев, которого обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью, выступил сегодня в суде с последним словом. Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому 40-минутную речь историка журналистам кратко изложил его адвокат Виктор Ануфриев. Он рассказал, что Дмитриев попросил, цитата, оправдать его по всем статьям, так как ничего вредного в отношении своей дочери не позволял и не мог бы себе позволить. Приговор главе Карельского мемориала огласят 22 июля. Прокуратура запросила для него 15 лет колонии строгого режима. Это не первое дело против Юрия Дмитриева. В 2016 году его обвинили в изготовлении порнографии. Через полтора года его оправдали, а потом снова арестовали по новому уголовному делу. О шансах Юрия Дмитриева на оправдательный приговор рассказал в интервью РТВ и писатель Людмила Улицкая. Сегодняшняя ситуация не такова, чтобы можно было рассчитывать на что-то хорошее. И это по многим процессам, которые сегодня проходят, видно. И поэтому я очень озабочен судьбой Юрия Дмитриева. Я на этом процессе, по-моему, на самом первом три года тому назад была. И все эти годы мы очень пристально следим. Но все, что мы можем сделать, это подписывать письма. Что мы честно делаем? Письма это никто не... Они и в адрес президента были написаны, и в судебной инстанции. Полное молчание. Ответов никогда не бывает. И был очень такой для нас всех радостный момент, когда Дмитриева выпустили. И это продлилось очень недолго. И снова он сидит. Это уже три года. И это, конечно, ситуация беспрецедентная. А на ваш взгляд, за что власть мстит Дмитриеву? Это по совокупности? Либо был некий эпизод, в котором он наиболее сильно насолил, например, спецслужбам, вспоминая о репрессиях и так далее? Либо это все-таки просто общая его деятельность. Вы знаете, то, что он кому-то насолил из начальства, в этом я не сомневаюсь. На эту тему у меня был разговор с адвокатом. У него тоже такое впечатление, но, понимаете, это же вещи всегда анонимные. Но то, что он делал, вся его многолетняя деятельность, которая привлекла внимание огромного количества людей, к этим могилам, собственно, не могилам, а ямам, стали съезжаться люди, у которых там погибли родственники. И это показалось очень, так сказать, начальству неприглядным фактом. Зачем это, так сказать, у нас все в порядке, понимаете? И я думаю, что конфликт, на самом деле, вот в этой точке образовался. Потому что то, что сделал он, на самом деле должно было делать государство. Государство этого делать не захотело. И человек больше 20 лет, человек восстанавливал память людей, которые погибли, совершенно безвидно, расстреляны. Там, кстати говоря, и красноармейцы, видимо, тоже были похоронены в небольшом количестве. Но в основном это люди, расстрелянные в КГБ. А сегодня, НКВД, КГБ, а сегодня эта же самая организация пытается придушить этого человека, который, я думаю, что он один из лучших людей нашего времени. Я думаю, что когда-нибудь этот человек будет в России рассматриваться как святой. Потому что это абсолютно христианский подвиг, то, что он делал. Ну, видимо, так не все думают. В Лондоне продолжается слушание по громкому скандалу, связанному с популярным актером Джонни Деппом. Голливудская звезда и обладатель 23 различных кинопремий Джонни Депп подал в суд на владельца британской газеты «Сан» и ее редактора Дэна Вуттона за статью, датированную апрелем 2018-го. Тогда газета написала, что актер избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Харт. Сам Джонни Депп эти обвинения категорически отвергает. В первый день судебного процесса показания давали Джонни Депп и Эмбер Харт. В суде в защиту звезды пиратов Карибского моря по видеосвязи выступят также две бывшие подруги Деппа, французская певица Вана Сапаради и американская актриса Вайнона Райдер. И последнее на сегодня. Бразильские ученые сообщили о пациенте, который излечился от ВИЧ, вируса именно дефицита человека. И это третий такой случай в мире. По данным издания Science, 36-летний пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ-инфекции при помощи агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3. Курс лечения завершился еще в марте 2019-го. И после этого ВИЧ больше не наблюдался в крови пациента. До чрезвычайно низких уровней опустилось и число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфоузлах и кишечнике. Я добавлю, что обычно у большинства пациентов, принимающих антиретровирусные препараты, вирусная нагрузка начинает возрастать спустя несколько недель после прекращения лечения. Напомню, пока было известно лишь о двух случаях полного излечения от ВИЧ. Обоим пациентам провели трансплантацию донорского костного мозга. У меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok